В одном из видео вы рассказывали, что ребенок берет копию мамы. Переживаю, чтобы он не повторил моих ошибок и страхов. Вопрос такой. Как воспитать достойного сына? Ему сейчас 8. Так вы же ответили сами на свой вопрос. Перестаньте бояться и совершать ошибки. Научитесь с ребенком разговаривать о том, что ему интересно, а не о том, чего вы боитесь. Вот, уважаемые мои слушатели, пожалуйста, вы хоть чуть-чуть тогда просматривайте то или те вопросы, на которые мы уже отвечали. Вот еще раз услышьте, вот мое это болит. Это у кого-то просто у меня сложно. Нету, всех одинаково. Знаете, вот мы как трое, пятеро, десять, двадцать, миллионы, сотни из одного ларца. Да. Там у кого-то, там с каким-то ребенком это так, это ерунда. А вот у меня как? И вы тут же начинаете рассказывать, каким вы видите своего ребенка, потому что у вас огромное количество ошибок, у вас огромное количество страхов. Вы никуда не хотите с ними идти, разбираться. Вы просто задаете вопрос. Вот вы скажите, как мне его воспитать? Представляете, вот вам его нужно всю жизнь воспитывать, а я должна минут за десять управиться. Так вы же меня даже не услышите. Почему? Да потому что привычная форма жизни, привычный страх, привычный диалог внутренний, он вас просто не пустит. Почему первое, что происходит с человеком, когда он начинает слышать? И ужасаться, и плакать от того, что он услышал и увидел, как надо или как должно, а как есть на самом деле. И что я делаю? Очень просто. Знаете, бросаться к кому-то. Ну у тебя это ерунда, он у тебя хороший мой, а вот у меня. Так вы станьте другой. Вот станьте другой. Той, у которой сын научится. Научитесь с ним разговаривать, заведите утреннюю традицию о том, когда вы пьете чай, о чем-то спрашивать, пробовать, чтобы он вам доверился, чтобы он с вами разговаривал. Никогда его не предавать, никогда о нем плохо, никогда никому не говорить. Защищать его всегда. Не вываливать на него свои трудности и страхи. Туда не ходи, мама переживает. Ты почему не позвонил там? Вот мы жили, у нас телефонов не было. Мы уходили утром, летом в восемь, мы приходили в восемь. И как-то наши родители не особо переживали. Сейчас эти бедные дети, вот на них смотришь, они аж зашуганные все. Надо позвонить, телефон звонит, отслеживает. Вот там где все, отбиваются дневники, все. Вот его ведут по жизни, у него нет личного пространства. Конечно, он будет бояться. Конечно, он не может, его дергают без конца, он даже не может в чем-то разобраться. Давай быстро, давай быстро. Ты где был? Мне то, мне сё. Давай, мама, опаздывай. Давай то, давай сё. Папа не может. Давай в следующий раз. Мы от них отказываемся, такими поступками, словами и действиями. А потом требуем, чтобы они выросли героями, достойными, успешными, умными, перспективными, достигающими чего-то. Откуда это возьмётся? Вы помогаете своим детям. И со своими страхами справляетесь одномоментно. Тогда и вам легче будет жить. И на вас, глядячи ребёнок, точно поймёт. По телу ничего не скажешь. Тело о чём-то говорит, о зажимах, о каких-то соматических заболеваниях. Но если хроника присутствует, то тогда можно там разобраться, откуда она взялась. И что она замещает достаточно долго, потому что человек каждый раз откладывает. Но по молодости лет-то, слава богу, многие-то и не ощущают, и не болеют. Но мысли-то какие? Мысли у вас в голове какие? Вы же программируете своего ребёнка. И себя в том числе. Вы хотите бояться? Вы можете себе позволить. А он по какой-то причине не должен бояться. Это почему? Вот почему? Вот вы можете, а он нет. Я могу, мне страшно, и это данность. А он должен быть хороший, достойный, классный, перспективный и замечательный. А с кого ему пример-то брать? С кем ему на эту тему разговаривать? Что такое страх? Это пустота. Это пустота, незнание, как поступить, или непонимание, что происходит. Так расскажите, что происходит. Как поступить? Вместе сделайте. Это как с пластилина лепить. Или кусок пластилина, или фигурка. Разные вещи. Вот и в жизни то же самое. Можно ребенка накормить, напоить, во что-то одеть, обуть. И уговорить себе о том, что все, я сделала все, что я могу. А он там как-то сам. Он еще ничего не понимает. Вот у меня тут тоже мужчина с сыном. Все ждет, когда ему 25 лет исполнится. И он тогда с ним поговорит. А до этого момента как-то занят и неинтересно. Так в 25, если он выживет, если он чего-то достигнет, такой папа ему уже не нужен. Так и мама такая особо не нужна, понимаете? У нас или залипают в родительском рабстве, и мама становится основным руководителем по жизни, ребенок, обслуживающий персонал, или он сбегает этот ребенок дальше, чем видит. И потом, условно, из Америки или из Австралии, с мамой по скайпу разговаривает и придумывает кучу кучностей, всяких препятствий, из-за которых он не может приехать, вернуться и вообще о чем-то разговаривать. И откупаются какими-то там деньгами. Так это ж мамы делают все. Вы же тоже когда-то были дочкой чьей-то. И вам ваша мама надела на голову эти страхи. Вы их приняли. Идете с ними по жизни. У вас теперь свой ребенок. И вы ему передаете, это и есть родовое наследство. Переповтор. Прошлое равно будущему. Ваше настоящее по отношению к вашему прошлому – это будущее. Ваше будущее по отношению к сегодняшнему настоящему – это что? Переповтор вашего прошлого. Услышьте меня. Настоящим каждый из нас или меняется, тогда меняется будущее, или не меняется и одевает маме на платье. И тогда смотрите внимательно. Вы будете проживать мамину, папину, бабушкину, дедушкину. Любую чужую жизнь, только не свою. Но это обыденность такая. Знаете, обусловленность такая. Мы этого не замечаем. У нас куча других дел. Нам нужно с приятельницей поговорить. Нам нужно подумать, что делать на работе. Это такая оправдательная база, чтобы не заниматься своим ребенком. Нет здесь святых, услышьте меня. Мы все должны учиться. Если мы учиться, не будем понимать и различать, и из наших детей делать, именно делать, взращивать. Перспективных, умных, уравновешенных, спокойных, рассудительных и понимающих, что происходит, то на ваше место со временем придут более обученные люди. Называются директора компании, начальники отделов, там еще какие-то структурные подразделения, которые заинтересованы в пополнении кадров. И тогда он вас оставит и пойдет туда. А чему ему там научат? Тоже вопрос. Так лучше вы его. И себя, и его одномоментно. За тот же промежуток времени вы сможете и свои страхи проработать, и ребенку их не передать. И тогда его жизнь будет, в отличие от вас, уже проще, уже понятно. Значит, высвободится его время, и он больше вас сможет достигнуть. Но из поколения в поколение так оно и должно быть. Нельзя, чтобы поколения между собой разрывались. Тогда не будет передачи знаний. Тогда не будет того человека, к которому можно обратиться. Тогда нужно самому. Но коль вы друг у друга есть, и вы старшая, как мама, по возрасту старше, по разумению старше, по ответственности, вы же за него отвечаете, пока он в ваших условиях находится. Так почему вам не взяться и не обучить и себя, и его? Увидеть, какой же у вас этот сынуля. Какой же он хорошенький, какой же он классненький, какой он замечательный. Как он часто к вам обращается или совсем не часто обращается? Почему вопрос возникает? По большому счету, вот сегодняшнее время, эти полтора-два месяца, они же даны для того, чтобы мы друг с дружкой познакомились. Нам некогда. Нам некогда. Мы живем в этих окнах с чужими лицами. Мы почему-то другим доверяем больше, чем себе. Почему? Чего вы взяли, что кто-то знает? Даже если знает больше, чем вы, тогда вы слушаете то, что вам нужно, чтобы узнать и изменить собственную жизнь, а не участие в чужой жизни, вот эти бесконечные мусор новостей, которые вы не понимаете, не осознаваете. Его некуда прикрепить. Но вы его тупо слушаете. Тогда ваш ребенок тоже начинает что-то слушать, потому что он с вас снимает копию. У него свой смартфончик, свой планшетик. И он там ковыряется и ковыряется, обязательно кто-то его зацепит. И тогда вообще будут разноплановые жизни у мамы, у сына. Ну просто попытайтесь развернуться к своим детям. Узнайте, что им хочется, что им интересно. Что они думают на ту или иную тему. Понаблюдайте за ними. Они же ваши родные, других. Дай бог, если будут, а если нет. Это тот, с кем вам придется еще очень-очень долго идти по жизни.